Оу, Магьяна, Тимирандася, Гьянанджана, Шавакая, Чакшрун, Мелитамина, Тасмая, Шри Гуравейна, Махам. Бахти Сундур, Говин дады, Гаслая, Махараша ки, джа. Джа, он Вешнапад, Парамахам, Сапариврад ягачарь и Варьяш, что-то наше животноеth и шимад. Бахти Ракшакшидар, Гаслая, Махараш ки, джа. Бхагаван, Шива, Бахти Сиддан, Сраслайтакур, Праххупат ки, джа. Джа, он Вешнапад, Шива, Гаор-Кишор, Дас, Бабыжа, Махараш ки, джа. Добавил субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Харикриша, дорогие преданные Очень рад видеть раз всех на этом нашем вечернем, так сказать, общении Что, дай, пожалуйста, эту книжку Не-не, не эту Да, ступень Сегодня я слушал Слушал там немножко Какие-то там астрологические прогнозы Там разные люди Что делать, я обычно не люблю слушать Но это преданные там рассказывают О том, какие вещи ожидают В ближайшие годы В ближайшие месяцы Но я не буду пересказывать Смысл в том, что Эта личность, она Говорит о том, что Нам в конце концов Это пришло такое время, что Нам нужно сделать глобальный выбор То есть идет Конкретно человек идет в сторону зла Либо в сторону добра Вот, и все это будет Запечатлено на многие-многие тысячелетия Так он Вперед, да? Так он сказал, да Вот, но Мы всегда должны помнить, что Мы идем путем не того, что там Улучшить свою жизнь как-то Стать добрыми людьми Совершить какое-то благо Мы также против Категорически против того, чтобы совершать Какой-то зло, какой-то насилие В этом материальном мире Преданные Или те, кто Личности, которые пытаются стать преданными Которые вступили на путь преданности Мы должны понимать, что Этот путь лежит вне добра и зла В мирском понимании Потому что в этом мире все крутится Либо хорошее По-хорошему эксплуатировать этот мир И по-хорошему наслаждаться Либо Либо по-плохому То есть, ну, здесь постоянно В этом мире идет война Боги и демоны То есть, это постоянно Ну, мы должны всегда помнить, что Как Боги, они хотят наслаждаться этим материальным миром Так и демоны, они хотят наслаждаться этим материальным миром И мы были уже Бесчисленный раз демонами И богами мы были И зверями, и людьми мы были Кем мы только не были В этом бесконечном круговороте Рождения и смерти И поэтому мы должны понять, что наша задача не пытаться удовлетворять здесь чувства хорошим или плохим способом А попытаться Занять себя полностью в служении Верховному Господу Попытаться удовлетворить его чувства Это нам не будет важно Где мы находимся С богами, с демонами Главное при любых обстоятельствах Это служить Служить при всех обстоятельствах Служить Господу Так, тут вопрос какой-то Мухараш, скажите, пожалуйста Как правильно подготовить свой ум К аскезе Ну, это жалко, что мы не вместе сидим Потому что Это такой вопрос А зачем аскеза нужна? Человек в этот век живет Демоны, полубог, да Сударанда Добавляет Да, в нашем сознании Говорится, есть такое выражение Что в Сати-югу Демоны и боги жили на разных вселенных В Треты-югу они жили на разных планетах В Два-пары-югу они жили в разных людях А в Кали-югу Боги и демоны живут в одном человеке Поэтому мы должны понять, что у нас Постоянно в нас происходит добра Борьба добра и зла То есть постоянно мы находимся Помню, мне понравилось Еще до сознания Кришны Такое выражение какого-то философа Не помню, по-моему В то время я был под Эта цитата была под именем Ларашфуко Но может быть потом какое-то другое Он сказал, что как жаль, что природа Сотворила из меня одного человека Материала бы хватило и на подлеца, и на праведника И на самом деле, если мы глубоко будем исследовать себя Мы поймем, что у нас всегда присутствуют эти две половины С одной стороны, мы хотим всем делать добро Такое, аж до слез А с другой стороны, в нас живет такая едкая гадость Которая готова пожрать весь этот мир Со всеми потрохами И даже глазом не моргнуть И мы должны понять, что это то, с чем мы имеем дело И единственное лекарство Это Харьернама, Харьернама, Харьернама Вакевалам, Каламастейл, 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 Вагатир, Анитха Ничто нам не поможет в этом мире, только обществу преданных И воспевание святых имен Господа Потому что мы можем, конечно, попытаться святые имена воспевать так И это тоже даст свой результат Но результат будет однозначно то, что мы соприкоснемся с обществом преданных Но святое имя, оно приходит из общества преданных То есть мы не можем игнорировать общество преданных Потому что Господь и преданные, они неотделимы Господь – это всегда взаимоотношения Это не что-то безличное Все, что относится к категориям персонализма И практики обезличенные, моя Господь Это некая форма демонизма Которая попытка утвердить себя в качестве Бога Или обосновать себя, что все-таки я есть Бог Рекешно Вот, поэтому Что касается вопроса, как подготовить свой ум к аскезе Просто вопрос всегда Зачем нужно совершать аскезу И кто сказал совершать аскезу Почему мы должны ее совершать И нужно понять, что сейчас идет калиюга И аскезы Аскезы Они могут быть не всегда благотворны Потому что аскеза порождает такое качество, как гордыня Вот, и гордыня, она порождает Проявление дальнейших, развитие дальнейших демонических качеств Поэтому аскеза должна быть всегда проходить под руководством Под руководством свыше Под руководством гуру, старших преданных Все должно быть регламентировано И поэтому Если уж брать аскезу В нашем понимании В нашей линии Мы идем путем наставления наших учителей Наши учителя, они рекомендуют Аскезу Это, во-первых, воспевание святого имени В соответствии с наставлением Горудева Горудев рассказал нам, как воспевать святое имя Сколько воспевать святое имя Чего избегать, если мы задумываемся только над этими вещами Как воспевать святое имя, не совершая оскорблений А в высшем смысле Превзойдя уровень намабхазы То есть теневого воспевания святого имени Тогда мы поймем, что на самом деле Выше аскеза вообще Нам вряд ли предвидится в этой жизни Аскеза в том смысле, как показывают в кино Пост долгий, изнурительный Или какие-то сознательные лишения Допустим, сидеть на холоде, сидеть в жаре где-то Или совершать какие-то неимоверные физические усилия Это, наверное, не для этого века Для нас также предписана аскеза Это пост в определенные дни То есть особенно в Укадыше И в дни, связанные с явлением Господа С явлением каких-то великих святых С уходом великих святых В эти дни мы тоже постимся Это наша аскеза И на самом деле Еще одна аскеза Это не есть ничего, кроме просада То есть мы должны понять, что Казалось бы, ну а что там такого Еда, она есть, да Мы можем сказать, джай-гуру-деф И все превратить в просад Но насколько мы квалифицированы Все превращать в просад вот таким образом Поэтому мы должны понять, что Мы должны научиться предлагать пищу Господу Ждать определенное время, пока Господь поест Только после этого почитать просад И плюс наша аскеза Это то, что просад Он состоит не из просто каких-то продуктов Все подряд, то, что нам нравится А он состоит из определенных продуктов То, что нравится Господу И, соответственно, с какой-то точки зрения Это тоже может быть Особенно на первых порах Тот человек только вступил на путь сознания Кришны Или может это показаться аскезой А может быть и наоборот не аскезой А в радость будет Потому что очень быстро человек На плане изменения сознания От демонического к духовному Очень быстро он ощущает Некое духовное вдохновение И приходит подлинный духовный вкус Который 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 потом будет вести всегда человека Потому что единственное, что нас ведет Это духовный вкус То есть пока мы поглощены материальными вкусами Мы не можем понять, в чем дело Но как только мы ощутили вот этот духовный вкус Мы поняли, что все остальное Это просто бессмысленное прозябание В этом материальном мире И только из-за своих слабостей Из-за своих оскорблений Мы, бывает, опять опускаемся На этот уровень Этого низшего вкуса Но Господь милостив Он знает все наши косяки Все наши возможные действия Которые мы совершим Потому что Господь Он очень четко знает, какой выбор мы будем делать в каждом случае Поэтому у него в каждом случае есть свои собственные лекарства И каждый должен пройти Свои круги ада Свои круги рая Своих страданий Своих наслаждений И пройдя все эти круги Живое существо, оно в конце концов приходит К очень естественному пониманию своего Целого положения Причем удивительного положения Прекрасного положения И как только живое существо Оно согласится с этим удивительного Прекрасным положением Оно займет свое неповторимое место Среди окружения Господа И окружения Его окружения То есть в зависимости от того, где наше место И не страшно находиться там, где мы находимся Страшно это недооценивать себя или переоценивать Вот поэтому Вот такой момент, что Сейчас я начал с того, что Время выбора То есть глобально-глобальная То есть перемены идут во всем обществе Во всем планетарном масштабе Во всем вселенском масштабе И то, какой путь выберет живое существо В индивидуальности Таким путем оно и пойдет Вот поэтому нам однозначно нужно выбирать Не путь ни добра, ни зла Нам надо выбрать путь преданности Путь преданности Господу И он основан на глубочайшем самопредании Глубочайшей молитве Глубочайшем общении с преданами То есть и поэтому сейчас вот Нужно сделать Ну, начать с простых моментов Это Первое, это Очень Серьезно отнестись к регулирующим принципам То есть регулирующий принцип Это не просто так Какая-то Какой-то Регламент Или что-то еще Это очень-очень важно Без этих принципов Практически невозможно Даже соприкоснуться с духовной практикой Потому что Если мы нарушаем эти четыре основные принципа Мы находимся всецело во власти калия Калия властвует нашим умом и сознанием И мы не можем даже Соприкоснуться с высшим вкусом Мы так и будем витать В рамках этого материального мира То есть Всячески должны избегать мяса Всячески должны избегать незаконного секса Всячески должны избегать азартных игр И избегать интоксикации И также мы должны Не просто этого избегать Мы должны всем людям Еще об этом проповедовать То есть мы должны людям об этом рассказывать То есть то, как мы можем Не воевать с людьми Не заставлять людей А мы должны научиться вдохновлять людей То есть вдохновлять все эти вещи Соблюдать Мы должны также Воспевать святое имя Это Обязательное действие Потому что если мы не будем Воспевать святое имя Мы рано или поздно Опять погрузимся в этот мир материи Он засосет сначала С позиции добра Научит нас быть хорошими А потом мы Тоже спустимся опять На уровень демонов Нужно понять, что все Постоянно меняется Вот поэтому Харе Кришна Давайте продолжим Сейчас чтение Нашей замечательной книги Ступени истины Сегодня мы почитаем Сорняки, препятствующие Росту побега Бхакти Перед этим мы Мы читали о том Что каждый из нас Он рано или поздно Внутри себя Обнаружит Эту вечную Внутреннюю склонность К определенному виду служения Постепенными мы займем Своё место Среди служителей Господа В определенном В определенном ключе И преданность Вопрос Махараш В связи с этим Ответьте пожалуйста На следующий вопрос Почему тогда Столь много Практикующих Сознаний Кришны По тем или иным причинам Прекратили Своё общение С их прежним Обществом Преданных Очень важный вопрос На самом деле Потому что Мы видим что Очень многие Преданные Вроде бы сначала Такие энтузистичные Приходят Вот Очень Энтузистично Практикуют Совершают Глобальную Севу В какой-то момент Тренерас И как бы Уходят Выпадают Из общего Течения То есть Вопрос Махараш В связи с этим Ответьте пожалуйста На следующий вопрос Почему тогда Столь многие Практикующие Сознания Кришны По тем или иным Прекратили Прекратили Своё общение Своё общение С их прежним Обществом Преданных Шри Вашидар Махараш С общей точки зрения Жизни Безраздельного Самопредания Не так-то Легко следовать Не так-то Легко следовать Жизни Безраздельного Самопредания На этом пути Возникает Столь много Трудностей Прежней наклонности Равно как И вероятность Нанесения Оскорбления В мыслях Словах И действиях Из-за нашей Свободной воли То есть Прежней наклонности Равно как И вероятность Нанесения Оскорбления В мыслях Словах И действиях Из-за нашей Свободной воли То есть У нас всегда Остается Свободная воля Вот где кроется Недостаток Она Несовершенна Наша воля Несовершенна Наша свободная воля очень слаба и ограничена. Садхан означает отвержение старого и принятие нового. И здесь также может возникнуть множество трудностей и беспокойств из-за наших прежних наклонностей, не позволяющих нам беспрепятственно совершать продвижение. Хотя я и знаю, то, что я вижу, это более высокая форма служения. Мои прошлые склонности не позволят мне принять это и пройти через аскезы испытания, которые необходимы для этого служения. Мы часто очень видим, что вроде бы мы и хотели совершать какое-то преданное служение, и вроде бы мы так вдохновились каким-то служением. Кому-то понравилось, вот, в пуджаре очень красиво слушать, или там преданные поют очень красиво, на бреданге стучат, там каждый день ходят на программы, служат. И вроде бы как бы есть вдохновение все это делать, но когда человек серьезно начинает этим заниматься, он понимает, что он не готов к этому просто-напросто, да? И нужно понять, что это действительно не так просто. Нужно иметь определенную природу, контролировать свой ум, то есть находиться в определенном сознании. Каждая программа – это подготовка, это не просто прийти и что-то спеть, да, и прийти как бы что-то. Это нужно иметь определенную дисциплину, причем не какую-то внешнюю, а внутреннюю дисциплину, то есть режим еды, режим сна, режим отдыха, труда – все должно быть очень регламентировано. Хотя я и знаю, что то, что я вижу – это более высокая форма служения. Мои прошлые склонности не позволят мне принять это и пройти через аскезы испытаний, которые необходимы для этого служения. Существует множество трудностей, подобных сорнякам. Вот так это описывается в читании Чиритамрити. Браман Дабрамитея Конна Багаван Джив, Гуру Кришна Прасады Паял Бахтилата Бидж, Кенту Яди Латта Расанге, Удхи Упашакха, Букти Мукти Ванчхаята Асанхьята Ралекха, Нишачхара Кутинатти, Джива Химсана, Лабха Пуджа Пратишхади, Ята Упашакха Гана, Секат Джала Пана Упашакха Барияя, Стабха Хана Мула Шакха Бидите Напая. В соответствии с своей кармой, все живые существа скитаются по всей Вселенной. Некоторые из них поднимаются на высшие планетные системы, а некоторые опускаются на низшие. Из многих миллионов скитающихся живых существ, одно наиболее удачливое, по милости Кришны, обретает возможность общения с подлинным духовным учителем. Одно из многих миллионов скитающихся живых существ, одно наиболее удачливое, по милости Кришны, обретает возможность общения с подлинным духовным учителем. И по милости как Кришны, так и духовного учителя, эта личность получает семя побега преданного служения. Нежелательные сорняки, растущие вместе с Ростком Бахти, это запрещенная деятельность, насилие, двуличие, поиск материальной выгоды, стремление к почету и славе и другое. Все это сорняки. Если личность не видит разницы между Ростком Бахти-Ватой и сорняками, то вода для полива в форме практик преданного служения, таких как слушание, воспевание и так далее, направлена в неверном направлении, потому что она питает сорняки, тогда как Росток Бахти-Ватой увядает. То есть понятно, да, что когда мы начинаем заниматься активной духовной практикой, параллельно все сорняки, которые в нашем сердце, они могут тоже начать расти, и нам еще больше захочется наслаждаться, еще больше совершать какую-то запрещенную деятельность, еще больше совершать какое-то насилие, еще больше стремления к почете, к славу, еще много-много чего. Если мы не будем внимательно за всем этим следить, то все будет очень сильно расти и будет очень сильно препятствовать нашему духовному процессу. Растение преданности сначала всходит, а затем постепенно растет. Шрил Крешдас Квираж Гасвами говорит по этому поводу, что вместе с основным ростоком преданности также вырастает очень много сорняков. И когда этот росток получает воду и питательные вещества, эти сорняки тоже растут. Слово «лабха» означает корысть, явное желание обрести что-то в основном положение. Но это положение и пуджа, признания, которые получает Садхака, могут затем породить внутри него множество иных врагов. Новые враги возникают из прежних склонностей. Ими могут оказаться стремления накапливать деньги ради удовлетворения своих личных интересов или желания обрести любовь в женщин, а затем возникает стремление к пратишке, славе и популярности. Столь много препятствий может возникнуть, когда кто-то стремится выйти, и ему на пути встречается множество трудностей, чтобы испытать его. Но мы должны осознанно избегать всего этого. Множество трудностей встречается на пути. Но мы должны оградить себя от всех этих многочисленных внутренних врагов нашего устремления, прибегнув к помощи гуру, садху, священных писаний и нашей собственной искренности. И тогда постепенно мы будем расти. Если человек слушает лекции на иностранном для себя языке, но не на Бенгале, без знания языка получает ли он духовное благо от этого, его сукрите растет. Но речь не идет вообще о никаком виде языка, ни Бенгале, не так важно, на каком языке человек говорит. Для более полного восприятия, конечно, важно, чтобы мы говорили на одном языке, который мы понимаем. Но если даже мы не понимаем язык, но говорит какая-то духовная личность и говорит о каких-то подлинных духовных вещах, это будет проходить в наше сердце. То есть, Гуру Дев всегда говорил, что я не передаю знания на основе языка, я передаю это знание сердце в сердце. Я просто очень часто присутствовал на различных лекциях Шилы Гуру Дева и было так, что очень часто не было перевозчиков. Мы приехали когда в Индию, не было перевозчиков, мы там жили вот с Шобаной, еще там пару человек были, но не знал никто английский язык. Вот, и Гуру Дев, он говорил на английском, иногда на Бенгале говорил, но я вам скажу, что вдохновение было настолько огромное, что было, я не знаю, как дословно, но в принципе нам казалось, что все понятно. То есть, прямо вот хотелось просто около Гуру Дева находиться и слушать это его божественное повествование. Вот, не знаю, просто отдельные слова были понятны, до какой степени мы, как бы, если изложить это на... Ну, рассказать о том, что Гуру Дев рассказывал, я сейчас даже не расскажу, но я просто помню вот этот само... сам духовный поток, который исходил из него, и этот поток, он характеризовался этой чистой преданностью. То есть, ничего кроме чистой преданности мы в нем не видели и не слышали, не испытывали в его обществе. Поэтому язык не так важен, важно, важно, кто говорит. То есть, важно не что говорят, а кто говорит. Вот даже если... Ну, этот момент тоже очень такой, я очень часто от Аладута Махаража, особенно в начале, когда встретились, часто очень говорил, вот, как бы, пословица, не так важно, что говорят, важно, кто говорит. Потому что иногда духовная личность, она может говорить каких-то, ну, с внешней точки зрения каких-то обыденных вещах. Вот. Но из того, что это говорит преданной, эти вещи, они пропитываются преданностью, и поэтому они становятся не материальными, а трансцендентными. Вот. Ну, я очень часто привожу пример Виджарамана Прабу, потому что, ну, Виджараман очень яркий пример того, что, ну, можно подумать, что он занимается какими-то материальными вещами, потому что он много строит, много делает, всего там, много организаторской работы, много практического какого-то руководства, каких-то практических советов. Ну, и можно сказать, а где, а почему о Кришне-то не говорят, как бы. Но, зная Виджарамана и общаясь с ним, мы понимаем, что он делает все из чистой преданности, и поэтому нас это очень-очень сильно вдохновляет. И это и есть показатель того, не что говорят, а кто говорит. Харе Кришне. Поклоны от Бахты из Говинда Лэнда. Джайя Говинда Лэнд. Харе Кришне, дорогие преданные. Очень рады всех вас слышать, видеть. Замечательно, что вы там живете. Сегодня немножко посмотрел вашего видео, как вы там практикуете, поете. Очень замечательно. Нандават Магараш, мой знакомый, сейчас хочет спросить у вас, кто такие ритвики? Ритвики, это... Ну, в нашей традиции это... Может быть, просто где-то есть какое-то другое объяснение, кто такие ритвики. В нашей традиции это объясняется так, что когда гуру находится, присутствует на земле, он может каких-то своих уполномоченных учеников отправить в какие-то местности, куда он сам не может приехать, чтобы они могли проповедовать от его имени и давать посвящение от его имени. И вот гуру, который дает посвящение от имени другого гуру, высшего гуру, это носит определение ритвик. Вот, но... Сейчас многие пытаются быть ритвиками от лица Прабхупады, но на самом деле это не совсем так, как соответствует действительности, потому что гуру, если он уходит из этого мира, он оставляет после себя парампуру, то есть, да, он передает полномочия своим каким-то личностям. Но ритвик, он действует непосредственно при жизни, при жизни гуру. Вот мы можем, конечно, сказать, что гуру, который оставил своих преемников, он обозначил их как ритвиками, но я не знаю, может быть, есть такие как бы ситуации, что он говорит, что вот вы будете, я уйду из этого мира, вы будете меня представлять как ритвиками, но насколько мы знаем, насколько мы знаем, что когда гуру уходит, он оставляет после себя представителей непосредственно, ачарьев, или одного ачарьев оставляет, или нескольких ачарьев оставляет. Прокупада, допустим, он ушел, он оставил, по-моему, 12 своих представителей гуру. Когда гуру Дэв ушел, он оставил силу Бахтинирбала, ачарьи Махараджи, главного, ачарьи как бы по Индии, по всей миссии, и ачарьев, соответственно, в разных странах, то есть Абадут Махарадж, Россия, Украина, наши вот страны, ну, то есть такой тонкий момент, там, Джонардан Махарадж в Америке, Ашра Махарадж в Мексике, Тривикра Махарадж в Бразилии, вот, Гаслай Махарадж, он еще при жизни, при жизни Шилашидара Махараджа, он был гуру и давал всем посвящение, вроде никого не забыл, вот, то есть при жизни, когда был Гуру Дэв, они были ритвиками, то есть они действовали, как ритвики, от имени Гуру Дэва давали посвящение в разных странах, все эти личности, вот, и когда Гуру Дэв ушел, они стали Ачариями, их, ну, я не слышал, чтобы их назвали ритвиками, они именуются уже как Ачария, Рейкиш, но это все специфика выражения языка, но мы должны самое главное понять суть, суть, и поэтому, когда мы с людьми общаемся, я вот, очень тяжело бывает общаться, когда, ну, людей не видишь, почему, потому что, особенно с новыми людьми, потому что новые люди, как правило, особенно сейчас, очень начитанные, очень наслушанные, информации очень много, и поэтому информация разная, все под одними и теми же словами понимают разные вещи, вот, и поэтому, как правило, когда мы даем лекции где-то в публике, я всегда вот говорю с людьми, давайте сначала установим, допустим, наш диапазон общения в плане слов, что, как слово обозначает, скажем, духовная жизнь, что, что это такое в вашем понимании, что такое это в нашем понимании, вот, то есть, вот все эти вещи, они должны быть установлены, вот, и когда мы общаемся, мы всегда, ну, спрашиваем, ли это вообще понятно, потому что мы пользуемся некими терминами, здесь просто, когда вот мы сейчас в эфире общаемся, я всегда, ну, и, как бы, предполагаю, что, возможно, кто-то пришел из незнакомых людей, я всегда пытаюсь, ну, объяснить некие термины, которыми мы пользуемся, вот, чтобы, ну, более-менее было людям понятно, вот, Харе Кришна, вот, вроде бы, ответил на вопрос по ритвикам, так, мы сейчас главу вот дочитаем, и, наверное, это будем заканчивать, так, множество трудностей встречается на пути, но мы должны оградить себя от всех этих многочисленных внутренних врагов наших, нашего устремления, прибегнув к помощи гуру, садху, священных писаний и нашей собственной искренности, и тогда постепенно мы будем расти, на каждом новом уровне, которым мы достигнем, мы также обнаружим и некие новые трудности, таким образом, путь внутреннего развития отнюдь не усыпан розами, он тернист, очень, очень важно понять, что, да, хорошо, Харькишна, то есть, он не усыпан розами, он тернист, то есть, на каждом этапе, ну, допустим, трудности, которые были в начале пути, они могут сейчас не казаться трудностями, но приходят другие трудности, они могут быть гораздо более серьезные, и мы всегда знаем, то, что, когда мы еще пройдем эти трудности, придут еще новые трудности, и они будут еще более сложные, то есть, нет такого, что жизнь по мере нашего, как бы, духовного пути, она становится проще, она становится труднее, но интересней, понимаете, в чем дело, то есть, духовный путь, он заключается не в том, что мы пытаемся облегчить себе жизнь, что мы хотим больше с помощью, так сказать, духовной жизни обеспечить себе некий комфорт в этом мире, духовный путь заключается в том, что мы проходим некую трансформацию, причем глобальную трансформацию всего своего существа. Махаражское житие, есть ли книги, объясняющие вклад женатых людей, принявших посвящение? Многие об этом пишут, я не знаю, насколько авторитетно, опять же, очень важно, не что говорят, а кто говорит, то есть, я знаю очень много книг, различных авторов, которые рассказывают об этом, не знаю просто, насколько они авторитетны, потому что, в первую очередь, заключается авторитет в том, что человек, по крайней мере, должен сам находиться в неком таком потоке. Я знаю одно, что самое главное для людей, которые вступают в брак, это не пытаться использовать друг друга для собственного удовольствия и наслаждения, то есть, не эксплуатировать. Мужчинам нельзя эксплуатировать женщин, а женщинам нельзя эксплуатировать мужчин. Единственная цель брака, это совместно научиться служить Господу. Если в центре семьи стоит Господь, тогда брак может быть успешным. Если в браке стоят какие-то другие цели, скорее всего, это будет некая постепенная деградация. Вот это основное то, что я знаю, что должно быть в семейной жизни. А так можете найти какие-то книги, спросить я не могу сказать. Очень много разных психологических советов, насколько они действуют. Надо всегда избрать божественный принцип. С моей точки зрения, очень полезно смотреть, скажем, фильмы какие-то о ведическом обществе, как там относятся. Там просто есть скажем, там про Махадева, сериал, разные сериалы, которые показывают смысл вообще смысл ведического общества, просто они показывают не то, как общество в нас сейчас живет, то есть ради хапания, наслаждения, а общество показывает, во-первых, в отношении Господа, что все строится, что в центре везде Господь стоит, и как совместная жизнь, она все-таки посвящена именно этому служению. Просто большинство людей, они вступают в брак, на самом деле подспудно или осознанно или неосознанно, все равно предполагается, что люди вступают в брак ради каких-то материальных наслаждений. Вот, и поэтому брак, он называется браком, что это нечто бракованное, то есть нечто несовершенное, то есть что нужно сделать некий компромисс. Вот, и поэтому так важно изначально понимать вот эти, ну, просто, опять же, повторюсь, что Гурубеку всегда подчеркивал, что духовная жизнь, она по своей сути очень проста для простых людей. То есть мы должны понять, что вся сложность духовной жизни заключается в ее простоте. То есть мы должны понять очень простой принцип, что в центре должен всегда находиться Господь при любых обстоятельствах, что бы с нами ни происходило, что бы мы ни делали, что бы, чем мы назывались, всегда нужно поставить в центр Господа и подумать, а будет ли Господь доволен в этой ситуации, если мы увидим, что совесть, она подскажет, на самом деле, что что-то здесь не то, тогда если мы будем игнорировать голос совести, тогда появятся другие компромиссы, которые будут нас уводить от божественного. и на каждом новом уровне, которого мы достигнем, мы также обнаружим и некие новые трудности. Таким образом, путь внутреннего развития отнюдь не усыпан розами, он тернист. По мере приближения к цели мы становимся все более и более свободными, но в самом начале приходят различные трудности, чтобы испытать нас. То есть, чем больше мы испытаний прошли, тем более нам дается свобода. Наши прежние карма-бхалы, плоды наших прошлых деяний будут возвращаться для того, чтобы мы могли вкусить их. А разного рода наклонности будут преследовать нас, чтобы пытаться удержать нас под своим контролем. Но встречая эти трудности и преодолевая их, побеждая их, мы будем продвигаться все выше и выше, а трудности будут уменьшаться. Но все равно что-то может остаться в особенности пратиштха. Ари Кришна. Ну вот, на сегодня мы закончим. Ари Кришна, дорогие преданные, поем. Ари Харая Намакришна Ядавая Намаха Ядавая Мамаха Ядавая Мамаха Ядавая Мамаха Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 они могут помоем, ааам, бхагаван Бхатт свой вещество. Значит былaks, небо было бы забыть в них, ч Pinterest aggressive, любопытно обед становиться Значит за месяц там подарил Sweet introduced and получается чисто молодых людей от Айтę Narpushева... pee Katie... Субтитры создавал DimaTorzok 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 На этой неделе у нас большой праздник В четверг день явления сил Гадатхары Бандита Вот поэтому надеемся Что все на своих местах отпразднуют этот замечательный праздник Вот мы попробуем может быть что-то посчитать в этот день Что-то рассказать Вот ну в общем готовимся сейчас постепенно к четвергу Сегодня у нас какой день? Сегодня в понедельник, вторник всегда Через два дня праздник Харе Кришна, дорогие преданные, Дандаваты Все, до завтра Если ничего не помешает, завтра пол восьмого встретимся Харе Кришна